У меня доклад больше статистический. Хотелось бы начать вообще с того, как оказывается онковорологическая помощь в Тюменской области. Ну, как вы все знаете, областной онкологический центр, в нем находится, так скажем, амбулаторная часть оказания, амбулаторно-терапевтическая часть оказания онковорологической помощи, хирургическая часть вынесена в другое лечебное учреждение, я об этом позже расскажу. Что касается вообще истории, так коротко, развития онковорологической службы, мы недавно, буквально две недели назад, отмечали конференцию в честь, в память юбилея нашего учителя Владимира Петровича Изгейма, это основатель онковорологической службы Тюменской области, буквально, кстати, два дня назад, ему бы исполнилось 70 лет. Отделение онковорологии создано в Тюменском областном онкологическом диспансере в 1991 году, отделение на 40 коек, оно просуществовало в этом виде до 2015 года, когда было вынесено в другое лечебное учреждение, но, тем не менее, вся амбулаторная и терапевтическая база осталась в онкологическом центре. И как же выглядит на сегодняшний день организация онкологической помощи жителям Тюмени и Юго-Тюменской области? Ну вот, связующее, так скажем, звено, основополагающее это, значит, в центре медицинский город, наш областной онкологический центр, где ведется амбулаторный прием врача-онколога, радиолога, химиотерапевта. Здесь осуществляется первичный прием, вся диспансеризация, вся диспансерная база, то есть пациенты всегда на диспансеризацию, на контрольные явки приходят сюда. Здесь же осуществляется первичная диагностика, компьютерная томография, рентгенологическая, ПЭД, сканирование скелета, МРТ, вся морфология в основном осуществляется на базе медицинского города. Ну и, соответственно, из лечебных функций это радиотерапия, вся радиотерапия, химиотерапия находятся на этой базе, и также рентген-эндоваскулярные методы лечения. Хирургическая помощь оказывается в другой больнице, это медсанчасть «Нефтяник», там существует с 2015 года областной урологический центр на 82 койки. Помимо отделения онкоурологии, там существует еще два отделения общей урологии, и на этой базе оказывается вся плановая хирургическая помощь онкоурологическим больным, брахиотерапия, видеоэндовурология, реконструктивная урология и роботическая хирургия. Взаимосвязь с другими лечебными учреждениями также представлена на этом слайде. Пациенты попадают с первичного звена в онкологический центр. Следующим, так скажем, пунктом – это центр амбулаторной урологической помощи или центр амбулаторной онкологической помощи в межрайонных учреждениях. Дальше экстренная помощь нашим же больным тоже оказывается в том числе и в другой больнице скоропомощной. Также осуществляется связь с кафедрой Тюменского государственного медицинского университета. В настоящий момент это кафедра хирургии и урологии с курсом эндоскопии, а также кафедра онкологии с курсом радиологии. Ну и также областная клиническая больница номер один, где также оказываются сложные виды хирургического лечения. Там, где требуется, например, проведение гемодиализа, пациенты иногда с раком надпочечника оперируются на той базе и местно распространенные опухоли, злокачественные почки с высоким уровнем тромбоза. Качественные показатели работы отделения онкологии на 2022 год. Здесь представлено число коек, пролечено больных, это практически 1300 пациентов. Ну и среднее пребывание больного на койке составляет ориентировочно 7 суток. Всего было выполнено за прошлый год, как вы видите, 1322 операции. Ну, здесь также представлено схематично эти данные. Что касается рака мочевого пузыря. Ну, у меня доклад коротко по всем трем основным онкологическим патологиям. Рак мочевого пузыря, рак почки и рак предстательной железы. На сегодняшний день, и эта статистика на 2022 год, заболеваемость на юге Тюменской области составила 11,4 на 100 тысяч населения обоих полов. Ну, там также видно показатели заболеваемости в Российской Федерации. Здесь также представлена одногодичная летальность. Она держится на цифрах 13,8 смертность, соответствует примерно российским показателям. В прошлом году взято 177 пациентов с раком мочевого пузыря первичных. Ну, и процент запущенных случаев составил 7,5. Здесь также схематично представлена эта вся информация. Видно, что особых каких-то колебаний в заболеваемости, в смертности мы не наблюдаем. И, к счастью, число запущенных случаев уменьшается. Хирургическая деятельность. За 2022 год по заболеваниям мочевого пузыря, по злокачественному образованию мочевого пузыря мы выполнили 415 операций. Это большие радикальные операции, цистектомии. Это также и эндоскопические операции. То есть, в основном при раке мочевого пузыря мы оказываем два основных вида помощи, как это известно традиционно. Это либо трансуритральная резекция, либо радикальная цистопростатектомия. Здесь также схематично представлено количество операций по годам. Это примерно за 7 последних лет. Число операций остается примерно одинаковым. Что касается рака почки. В прошлом году заболеваемость на 100 тысяч населения Юго-Тюменской области составила 22,23. Это чуть-чуть выше, чем в Российской Федерации. И этот показатель можно проследить за последние 7 лет. В Тюменской области действительно заболеваемость раком почки несколько выше. Но, к счастью, смертность тоже соответствует примерно российским показателям 3,8. И одногодичная летальность, как вы видите, за 7 лет снизилась до цифр 7,63. В прошлом году мы взяли на учет 345 новых пациентов с раком почечной паренхемы. Также можно видеть на слайде, что, как и при раке мочевого пузыря, одногодичная летальность несколько снижается. Смертность остается примерно на одинаковых цифрах за последние 7 лет. Ну и по заболеваемости вот такие вот цифры мы наблюдаем. За прошлый год мы выполнили более 300 операций при раке почки. Это в основном лапароскопические, нефректомии, резекции, роботосистированные, большие, обширные, нефректомии с удалением тромбов из нижней половой вены, части из которых тоже иногда выполняется на базе соседней больницы, областной клинической больницы, где есть уклон в сердечно-сосудистую хирургию. И мы иногда пользуемся с коллегами, ну так скажем, их помощью в решении этого вопроса. Ну, здесь представлено на слайде количество нефректомий открытым традиционным способом и лапароскопическим. Надо сказать, что, как и везде в Российской Федерации, я не говорю уже о мировой тенденции, у нас широко развиваются видеоэндоскопические вмешательства, и на сегодняшний день они превалируют над открытыми операциями. Что касается органосохраняющих операций при раке почки, они тоже в последние 6 лет превалируют над органоносящими операциями. Это 189 резекций почки и 106 нефректомий мы выполнили в прошлом году. Рак предстательной железы. Заболеваемость в 2022 году составила больше 70 на 100 тысяч мужского населения. Этот показатель, так же, как и рак почечной паренхемы, несколько выше, чем в Российской Федерации. Одногодичная летальность за последние 7 лет снизилась до цифр 4,3. И смертность составляет на сегодняшний момент 11,74. И число взятых на учет первичных пациентов с раком предстательной железы, оно неуклонно возрастает с 2015 года. Единственный пробел, так скажем, как и везде, в принципе, в Российской Федерации, был связан с ковидными годами 2020 и 2021 год. В это время, по понятным причинам, скрининг был практически приостановлен. Поэтому вот такое вот количество за 2021 год пациентов мы видели. В 2022 году впервые взято на учет было 517 пациентов с раком предстательной железы. Ну и хирургическая деятельность по раку предстательной железы в 2022 году, это 272 операции. Тоже в основном за последние 5 лет у нас превалируют видеоэндоскопические операции. В основном 80% это лапароскопические и роботосистированные операции при раке предстательной железы, а также брахиотерапия. Ну, на этом слайде тоже представлено количество за последние 7 лет операций, которым владеет областной урологический центр, в частности, отделение онкоурологии. Ну и прочие операции, мы знаем, что три основные онкоурологические патологии, которые являются самыми частыми, ну, а также рак наружных половых органов у мужчин, рак надпочечника, также мы занимаемся этой хирургией, ну и прочие мелкие операции, они тоже представлены на слайде. Ну, это в целом хирургическая деятельность отделения онкоурологии. По количеству операций за последние 7 лет оно практически не меняется. По осложнениям, к счастью, мы наблюдаем снижение, ну и по летальности вот такая вот картина у нас представлена. Ну, в общем-то, это, наверное, все по отделению онкоурологии, которая занимается оказанием исключительно хирургической помощи пациентам Тюмени и Юго-Тюменской области. Я думаю, что на этом я свое выступление завершу. Есть какие-то вопросы, коллеги? Здравствуйте еще раз, коллеги. Александр Валерьевич, ну, я прежде всего хочу поблагодарить, что Вы поделились данными работы своего учреждения, отделения. Я бы хотела отметить, что, ну, по моему такому дружескому мнению, что у Вас достаточно одно из современных отделений России, которое выполняет мощную работу, не только клиническую, но при этом Ваше еще отделение успевает еще вести научную деятельность. Вы постоянно выступаете, делитесь своим опытом клиническим, демонстрируете случаи операции, зная, что ведете определенную коллекцию по видеозаписи осложнений хирургических возможных способов коррекции. Это очень импонирует. Я у Вас на слайде заметила тенденцию в том, что частота выполнения цистектомии все-таки снижается. У себя, я просто сейчас тоже эту ситуацию анализирую, и стоит отметить, что, да, число выполняемых радикальных цистектомий в сравнении, например, даже с тем же 20-м годом ковидным, у нас уменьшилось, ну, где-то процентов на 15-20. Как Вы это объясняете? Я на свой скромный опыт пыталась объяснить, что, может быть, все научились делать цистектомии, и поэтому мы, например, вот уже в крупном центре стали их делать меньше. Но я вот смотрю, у Вас тоже меньше частота стала. Да, мы тоже эту тенденцию наблюдаем, и мы обсуждали ее три недели назад, в частности, даже с Борисом Яковлевичем Алексеевым, потому что вот у нас как раз была конференция, посвященная памяти нашего учителя Владимира Петровича Изгейма. Мы тоже обсудили эту тенденцию. Да, действительно, ну, тут, наверное, все-таки мы более избирательно стали подходить к пациентам, потому что, если взять, допустим, так скажем, начало нашей хирургической деятельности в отделении, это конец 90-х годов, середина 2000-х годов, мы действительно оперировали тогда все, что, может быть, и не надо было оперировать, потому что пациенты брались с местно распространенными процессами, то есть уже на грани резиктабельности, но тут, наверное, это был период все-таки набора опыта, набора опыта освоения всех методик, освоения всех технологий, в основном это все кишечные пластики, различные варианты, мы что только не перепробовали, Владимир Петрович Изгейм был пионером вообще в Тюменской области по кишечным пластикам после радикальной цистектомии, набрали определенный опыт, ну и, наверное, за последние 5-6 лет пришли к выводу, что не всех надо все-таки оперировать, не всем надо выполнять радикальные цистектомии, и более того, у нас изменилась тенденция к ортотопическим пластикам, у нас тоже их стало меньше, вот анализируя даже литературные данные, даже в мировой литературе действительно вот эта группа пациентов в основном, она же группа пожилого возраста, понятно, что в зарубежных странах немножко более пожилая группа оперируется с раком мочевого пузыря, в частности радикальной цистектомии с кишечными пластиками, там ортотопика в основном, ну, очень редко делается, у нас вот как-то был уклон больше в ортотопические пластики, мы хотели создать высокое качество жизни нашим пациентам, не всегда это было оправдано, и поэтому сейчас все-таки оптимальным вариантом, наверное, все-таки гетератопические пластики кишечные мы вот видим у своих пациентов, их стало меньше действительно в целом цистектомии, потому что в том числе появилась и современная лекарственная терапия, и иммунотерапия, которая позволяет пациентам, так скажем, при своем мочевом пузыре создать определенную, так скажем, проложительность жизни с хорошим качеством жизни. Наверное, все вот эти вот причины в комплексе, они, мы и наблюдаем тенденцию к уменьшению радикальных цистектомий. Я поняла, спасибо большое. Коллеги, появились ли еще у кого-то вопросы? Александр Валерьевич, вопрос как руководителя урологического центра. Не поймите, что это провокационный вопрос, чисто вопрос из вашего опыта, и как вы все-таки видите. Вот сейчас отделение находится в другой многопрофильной больнице, отделено от онкологического диспансера. Какие плюсы вы видите работы отделения урологии в многопрофильной больнице? По сути, это одно отделение онкологии, которое занимается лечением только злокачественного образования мочеполовой системы. В чем плюсы есть работы многопрофильной больницы? И какие минусы отдаленности от онкологического диспансера регионального? Как на ваш взгляд? Разумеется, есть и плюсы, и минусы. Но самый главный минус, это, конечно же, то, что служба, так скажем, не побоюсь этого слова, разорвана, к сожалению. То есть хирургическая база в одном месте, вся диспансерная и терапевтическая база, она в другом месте. Ну, понятно, что онкологические пациенты, это в основном требующие хирургического лечения, процентов 80, наверное, если взять, вот так скажем, на общую популяцию всех онкологических больных, процентов 80 из них требует исключительно хирургического лечения. Но есть пациенты и прогрессирующие, и первичнометастатические, таких тоже достаточно много. И, ну вот, когда служба работала на одной базе, все-таки была какая-то преемственность. Сейчас, ну, к сожалению, это мое личное мнение, преемственность немножко, ну, вот так вот, так скажем, нарушена. Потому что, действительно, очень тяжело находиться в 10 километрах, две больницы находятся в 10 километрах друг от друга. Есть свои определенные проблемы с этим, есть проблемы с преемственностью, потому что мы этих пациентов, раньше мы их отслеживали и видели, ну, как бы вот тут же на глазах они были, все пациенты, которые требуют, помимо хирургического лечения, других видов терапии. И вот этот вот момент, он, наверное, является сейчас наиболее таким сложным. Это самый главный минус. Из плюсов можно назвать то, что, ну, онкоурология – это часть урологии. И областной урологический центр на сегодняшний день в области, наверное, это самое крупное урологическое объединение, где присутствуют все виды урологической помощи. То есть у нас есть практически все в урологическом центре, в многопрофильной больнице. Это вся реконструктивная урология, вся эндоурология, вся трансуретральная урология, перкутанная урология. Какие-то моменты мы можем обсудить с коллегами-общими урологами, и это действительно мы делаем. При каких-то реконструктивных операциях, при проблемах с дренажами у наших онкоурологических больных, при проблемах с инфравизикальной обструкцией. У многих пациентов есть сопутствующая мочекаменная болезнь, в том числе доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Поэтому эти вопросы все решаются в центре, ну так скажем, более консолидированно. И в этом, конечно, безусловно плюс. Плюс еще безусловно в том, что это современная многопрофильная больница, обладающая операционными самого высокого уровня, эндоскопическим оборудованием, анестезиологией, реанимацией высокого уровня, что позволяет нам минимизировать количество осложнений при наших операциях, при наблюдении наших пациентов, минимизировать койкой день, то, что я уже показал, и минимизировать, ну самое главное, конечно, осложнение у нас минимально на мировом уровне, на российском уровне. Это благодаря вот слаженной работе всех отделений многопрофильной больницы. Ну вот, наверное, плюсы и минусы. Ну вот, на мой взгляд, они равнозначны. То есть, ну, мы работаем в тех условиях, в каких работаем. Но, тем не менее, есть плюсы и минусы. Хорошо, что Вы задали этот вопрос, чтобы коллеги понимали действительно, что это есть. Думаю, не только у Вас, что приходится балансировать между учреждениями, даже в условиях крупных городов тоже приходится сталкиваться с такой проблемой. Да, нужно балансировать, но в приоритет ставить пациента. Ну, конечно. Спасибо Вам большое за Ваш доклад, за выступление. Спасибо. Продолжение следует...